ПЕСНЯ А вы замечали, что-то с людьми происходит весной? Женщины все необычными стали, славные, нежные, все до одной. Милые женщины, что же случилось? Может быть, сильному полу намек? Мол, наравне я с тобой потрудилась, хочется слабый помыть под тенек. А у мужчин вдохновленные лица, гордость в осанке, уверенный взгляд. Каждым из них высыпается рыцарь, пылкий поэт, бесстрашный солдат. Он в магазинах идет на прорывы, в очередях он штурмует цветы. Словно сапер, невзирая на взрывы, сердцу наводит на стыд. В марте 8-го мужчина едва ли женский какой-то каприз не учтет. Видно, внимание так задолжали, что производят расчеты на год. В марте 8-го такое бывает. Этот коротенький матриархат так на мужчин благотворно влияет. Нам непонятно пока, в чем секрет. Милые женщины, мы вам желаем, будьте такими в апреле и в мае. Сегодня и завтра, и тысячу лет. Будьте такими, и может случиться с этого дня. И на годы подряд в каждом мужчине останется рыцарь, пылкий поэт и бесстрашный солдат. Бабушкам, сестрам, девушкам, мамам. Всем, кому праздник весны посвящен. Рыцаре ваши, мужчины программы. Шип поздравления и низкий поклон. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Настроение красного, алого, пурпурного цвета. А если спокойно, с него фиолетового цвета. А если ждет следующий номер нашего концерта, как вы думаете, какого цвета у него настроение? Ну, не знаю. Давайте спросим у наших зрителей. Я надеюсь, что среди нас нет ни одного человека, у которого настроение черного цвета. Так давайте в этот вечер все цвета своих настроений сведем в одну большую радугу. В радугу хорошего настроения. Скажите, сэр, что, по вашему мнению, означает супер-девушка? Я думаю, это девушка во внешности, характере, душевных качествах и физических данных, которой полное соответствие требованиям времени. Я предлагаю джентльменам составить собирательный образ супер-девушки. И в этом нам помогут наши зрители. Мы будем зачитывать критерии, а вы нам подсказывайте. Договорились? Цвет глаз у идеальной девушки непременно должен быть разноцветный, цвет радуги. Вес ее сумочки не должен превышать. Думаю, на поле не остановился. Длина ногтей желательно от 5 до 10 сантиметров. Высота каблуков по общепринятому стандарту колеблется от и до от 7 до 15. Общая масса косметики, накладываемой ежедневно на лицо, может достигать... Маленькие у нас девушки, поэтому мы возьмем до килограмма. Объем, выливаемый в день духов, ограничен до скольки. До килограмма. А без ограничений чувствуется странно позерзно. Длительность пребывания на занятиях в школе не более... Возьмем не менее одного урока. А сейчас для всех наших супердевушек песня. Здрасте. Здрасте. Мы не знали друг друга, До этого лета Мы болтались по свету, Земле и воде. И совершенно случайно Мы взяли билеты На соседние кресла На большой высоте. И мое сердце Остановилось, Мое сердце Замерло. И мое сердце Остановилось, Мое сердце Замерло. И ровно тысячу лет Мы просыпаемся вместе, Даже если уснули В разных местах Мы не идем ставить кофе Попылся брестсли Кофе сбежал По пропели И мое сердце Остановилось, Мое сердце Замерло. Мое сердце Остановилось, Остановилось, Мое сердце Замерло. Пусть ты не стала Свистой в Голливуде Не выходишь на подиум В нижнем белье У тебя не берут Автографы люди И поешь ты чуть тише, Чем Мацерат Габалье Ну так и я, Слава Богу, Ни реки, Ни марта Не выдвигался На острове Французом Не забивал Моим именем Нет, Нас два, Город на карте Он задернутый шторм И не разложит И вам И мое сердце Остановилось, Мое сердце Замерло. Мое сердце Остановилось, Мое сердце Замерло. Остановилось, Остановилось. Тихо, Слава Богу, Моё сердце остановилось, Отвешалось немного и снова пошло. Моё сердце остановилось, Своё сердце замерло. Моё сердце остановилось, Своё сердце замерло. Известно, что русский язык велик и могуч, но как все-таки трудно, невероятно трудно найти те слова, которые бы выразили всю меру любви к вам, милые девушки. Изобретения, почины, рекорды. Все по плечу наших женщинам. Мы знаем, какая ответственность лежит на хрупких плечах. Ведь больше половины всех работающих в нашей стране это женщины. Правда, в последнее время все чаще и чаще предлагают освободить женщин от работы. Пусть, мол, у них целый год будет 8 марта. Представляете, мужчины каждый день работают, нянчат детей. Коров дуют, маникюр делают, обед готовят. Нет, такую картину даже представить себе невозможно. Разве вы, женщины, когда-нибудь согласитесь с подобным предложением? Думаю, никогда. Не так ли у вас характер, чтобы вне работы оставаться? Наши бабушки, мамы, девушки, сестры, наши красивые, ласковые, внимательные и умные. Мы, мужчины, низко кладемся за ваше терпение и дарим вам этот номер. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Для чего у мамочки вкусные торты? И за это бабушку, и за это мамочку Подарю я к празднику белые цветы. Подарю я к празднику белые цветы. Нет, не знают скуки бабушкины руки И не знают обиха мамочка моя. И за это бабушку, и за это мамочку Больше всех на свете уважаю я. Больше всех на свете уважаю я. С праздниками в сене я вас поздравляю. Песенку весеннюю я для вас пою. Целый день послушным быть я обещаю. Потому что очень-очень-очень вас люблю. Потому что очень-очень-очень вас люблю. Носит в сумке почтальон. Улыбок целый миллион. В хорошем настроении заходит он в дома. Тук-тук, вам поздравления. Тук-тук, вам три письма. Стучится по ту почту тут и там. Проснулась почта рано. Есть у нас для наших дам такие телеграммы. Пришла вам телеграмма из Санкт-Петербурга. Из Петербурга шлю привет. Желаю всем вам долгих лет. Вот мне бы юный возраст ваш. Устроил бы я ералаш. Любви, спокойствия, успеха. Вам в этот день желаю пьеха. Вот еще телеграмма из США в Вашингтоне. Между нами стерты все границы. Мои слова летят, как птицы. Вас поздравляют наши штаты. Вы постарайтесь жить богато. Не напаритесь на импичные. Здоровья вам, удачи личные. За вас я рюмку пригубил. Вас поздравляю, Линдон Билл. Москва, штаб-квартира ЛДБР. Да, однозначно, в этот день любить обязан даже пень. Желаю вам всего хорошего. Хоть стоит будет и недешево. Ну, для начала, например, вам всем вступить в ЛДБР. Простите, если юмор плоский. Вас поздравляю, Жириновский. Москва, правление ВТБ-24. Бюджет в глубоком дефиците. В Минфине денег не ищите. Послать бы мне вам перевод. Да банк мой денег не дает. Учитель вы, и вы задорны. Вас поздравляю, Михаил Задорнов. Милые женщины, улыбка на ваших лицах приносит в атмосферу нашего праздника много тепла и света. Мы хотим, чтобы вы улыбались так всегда, а не только в женский праздник, 8 марта. А чтобы ваши лица засияли еще ярче, мы дарим вам следующий номер. Много ярких впечатлений, море разных воплощений, массу радости и света. Вам подарят номер этот. Мы, веселые ребята, поздравляем вас, девчата, с женским праздником весны, нежности и красоты. На уроках посидим и на девочках глядим. Все красивые и умные лучше просто не найти. На столе лежит журнал, ну а в нем пятерочки, потому что в нашей школе умные девчоночки. Речка чистая бежит, чистая, чистая додоночка. Наших девочек улыбка, яркая, как солнышко. Почему мы здесь вам пляшем? Почему мы здесь поем? Потому что всех девчонок поздравляем с женским днем. Милые девочки, будьте всегда красивыми, нежными, удивительными, добрыми, ласковыми, загадочными, счастливыми, здоровыми, любимыми. Любую глупость ради вас легко совершали наши предки из-за прекрасных ваших глаз, безумства и у нас нередки. Ах, женщина, вся ваша слава вам покоряется сама. О, восхитительное право принять нас и сводить с ума. Такие прекрасные слова о женщине сказал французский писатель и поэт Дэнни Тедро. А великий Федор Иванович Шалякин сказал, все лучшее, что я сделал, во имя и ради женщины. Но, наверное, никто никогда не сможет дать полный и точный ответ на такие вопросы. Почему? Почему именно в женщине тайна? Почему из-за женщины дуэли? Почему стихи о женщинах? Любовь к женщинам? Страдания из-за женщин, подвиги ради женщин. Что это за чудо? Женщина. 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 ПЕСНЯ 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 А недавно с ней я мне сделал предложение. Приходи, хозяйка, в дом, мы с тобою погрызем. Семечки, семечки, а я сказала, семечки, Лучше буду век одна. Но без мужа грызуна. Сапогчок! АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, я предлагаю еще немножко проиграться. Итак, я читаю вам краткое содержание песни, а вы должны мне назвать ее и напеть «Ветописточник». Песня о городе, куда не идут поезда и не летят с самолетами. Песня об исчезновении щенка с рыжими пятнами и хвостом в виде кисточки. Песня о животном, которого знает каждая дворняшка. Песня о ежедневных занятиях детей в течение одиннадцати лет. Песня о длительном путешествии маленькой девочки в яркой шапочке. Песня о празднике, который бывает раз в году. Песня о сне рождения.